Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях директор областного центра детско-юношеского туризма и экскурсии Андрей Коттонс. Здравствуйте, Андрей Янович. Я думаю, что у нас на сегодняшний день мало кто знает о существовании вот такого центра. И нам будет интересно узнать, чем же вы там занимаетесь. Ну, вообще-то наш центр существует, ну, наверное, с 40-го года. Он по-разному назывался. Областная станция юных туристов. Вот, центр туризма. Сейчас он называется областной центра детского туризма и экскурсии. Является государственной организацией, бюджетной. Занимаемся мы детским туризмом, детским спортивным ориентированием, детской археологией. И вообще-то мы проводим много мероприятий по программе «Патриотическое воспитание». Еще мы открываем много лагерей. То есть, за сезон у нас бывает до десятка лагерей, которые мы открываем. Детских имеется в виду. У нас есть как и полевые лагеря палаточного типа, так и стационарный наш лагерь «Серебряные пруды», который находится под Сажнево, Рязанского района. Воспитание средствами туризма и краеведения, оно всегда было, есть и будет. Это лучшее воспитание, которое есть. То есть, это то, что дети видят, дети сами чувствуют, и дети принимают себе на душу. И вот посмотрите, придите в любой класс, объявите, что ребята, у нас с вами занимается хоровой кружок. Завтра приходите записываться в хоровой кружок. Придет несколько человек из класса. А придите, объявите, ребята, завтра мы идем в поход. Кто пойдет в поход? Поднимут руки все. Другое дело, что кто-то не пойдет, кто-то никого-то родителей не пустит, кто-то там окажется занят, кто-то по каким-то другим причинам не сможет пойти в поход. Но изъявят желание все, весь класс. Ну, походы и соревнования по туризму, спортивное ориентирование, я говорю, детская археология, вот это наша работа, которой мы занимаемся кропотливо, каждодневно. Ну, то есть, получается, на базе вашего центра существуют секции вот по этим направлениям? Да, на базе нашего центра существуют как секции, так и мы проводим мероприятия по этим направлениям. Допустим, соревнования, слеты, какие-то конференции и так далее, и тому подобное. Понимаете? Потому что секции секциями, но мы как областное учреждение все-таки поддерживаем эту работу в целом в области, а не только в наших секциях. Хотя в наших секциях больше сотни, 120 у нас секций, в основном раскиданы по области. То есть, мы ищем людей, которые занимаются этим в области и даем один-два кружка. Дело в том, что, допустим, краеведение или туризм, если в районе оказывается человек, который этим занимается, понимаете, он будет заниматься без нашей поддержки. Вот есть краевед, он будет копаться, искать людей, накапливать сведения. Будем мы ему платить или не будем? Это ничего не решает. Понимаете, он все равно будет заниматься своей работой. Той работой, которую он выбрал и которую он считает нужной, важной. Да и мы считаем это нужной, важной работой. И таких краеведов и людей увлеченных у нас очень много. Вот мы стараемся находить таких людей и находим в области. Ну и чуть-чуть финансово поддерживаем. Вокруг них сплачиваются дети. Потом мы их самих и детей объединяем в лагеря, в слеты, приглашаем на конференции, где они ищут себе общение по своему кругу, где они могут показать то, что вот нашли, то, что определили. Дело в том, что, по сути дела, им это очень нужно. Может быть, это не такой большой процент детей, охват, если на область разложить. Но такие дети есть, и с ними надо работать. Насколько я знаю, вот в ближайшее время у вас какое-то мероприятие должно состояться. Да, да, да. Одно из наших мероприятий осенних – это будут осенние областные соревнования по спортивному ориентированию. Они пройдут в селе Екшур Клепяковского района. В эту субботу-воскресенье мы такие соревнования осенние проводим 12 раз, проводим в разных районах области. Зачем? Для того, чтобы районы развивались именно в этом направлении. То есть, перед этими соревнованиями, ну, конечно, мы договариваемся сначала с районом, те, кто хотят. Перед этими соревнованиями наши специалисты выезжают в район, ищут там место и рисуют карту, спортивную карту того района, где будут выступать. А потом эта карта остается в районе для того, чтобы они могли по ней заниматься, могли по ней ходить с детьми как-то, использовать ее для учебных занятий. Андрей Янисович, я вот, конечно же, слышала, что есть такое спортивное ориентирование, даже как-то поверхностно на себе представляю. Но все-таки, если можно, вот, чуть более подробно, что туда входит, и чем вообще дети, чему учатся, занимаясь вот этим? Это вид спорта. Вышел этот вид спорта из туризма. Фактически, это умение находить в лесу дорогу. Берется кусок леса. Этот лес, есть карты этого куска леса. Ставятся так называемые контрольные пункты, КП. От 5 до 40 этих КП ставятся. В зависимости от сложности и прочее. От вида соревнований. А дальше школьники запускаются по одному. И не только школьники. Кстати, взрослые очень любят этот вид спорта. Он один из видов спорта, чем он мне постоянно нравится. В нем участвует очень много взрослых. Те, кто прошел, они потом до седых волос участвуют в соревнованиях. Но в чем же состоит? Вот пока на карте ставятся КП, их надо найти за минимальное время. И прийти на финиш. Чаще всего дается контрольное время. То есть, допустим, час или 40 минут. Для того, чтобы, если участник это время, чтобы сразу возвращался на финиш, чтобы его не искать. Конечно, бывают всякие казусы. Иногда ищем участников. Но многолетняя практика позволяет проводить соревнования таким образом, что еще ни одного не потеряли до конца. Мы с вами, когда говорим о туризме, наверняка многие, у нас поколение избалованное, представляют себе турецкие морские берега, туризм, путешествия по стране, по миру. Ну, вот в разрезе нашей области, что у нас в области есть такого интересного? Вот чем можно привлечь детей именно к изучению нашего родного края? У нас в области очень много интересного. Что-то интересное лежит на поверхности и давно, так сказать, является брендом Рязанской области. Например, это Константиново, да? Или Михайловское кружево, или Скопинский гончарный промысел. А что-то у нас есть в области, и о нем не все знают. Ну, например, в Старожиловском районе, в село Истия, есть дом, на который выплавлял чугун, который был построен еще при Петре Первом. И таких домен осталось две на всей территории Европы. Что еще? Осмотрели, видели дворец в Кирице? Конечно, конечно. Ну, вот видите, есть что посмотреть. То есть, у нас много мест. У нас есть в Милославском районе музей Семеново-Теньшанского. В Александроневском районе у нас Скобелево имение и так далее и тому подобное. В Захаровском районе композитор Александрова. И там музей есть. У нас много вещей. И если с детьми ходить в походы, то можно это все обойти и ножками прийти и посмотреть. Будем надеяться, что сегодня, может быть, кто-то увидел нашу программу, заинтересовался и в вашем полку прибудет. Спасибо. Вам спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Желаем вам всего самого доброго. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках.